Всем привет! Сегодня мы будем делать вывеску для кафе под названием очаг. Ну, на самом деле, я расскажу прием и способ, который я всегда использую. Это очень удобный способ. Возможно, начинающим дизайнерам мой способ будет полезен, поскольку он очень удобный и практичный. Используем уже на практике. Итак, с чего мы начнем? Что такое очаг? Для начала нужно посмотреть в интернете. Пишем очаг и смотрим, что нам выдает Google. Сейчас нам нужно понять идею. Для этого мы и смотрим картинки, фотографии. Итак, очаг – это огонь. Да и, в принципе, все. Камины. Хорошо. Напишем очаг вверху. Что нам показывает? Литый. В общем, показывает какую-то ерунду непонятную. Да, попробуем вариант такой. Огонь. Огонь бежа. О, это уже что-то. Можно сохранить, там потом выберем сохранить картинку. Как? Есть. Вот, кстати, интересное решение. Я всегда перед началом работы собираю материал. Собираю много материала. Затем я его использую в работе и выбираю из того, что собрано. Что-то идет в работу, что-то нет. Но у меня всегда много материала по тому или иному запросу. Размер вывески будет относительно небольшой. Вот мы сейчас возьмем инструмент прямоугольник, создадим поле, за которое мы выходить не будем, и цвет белый, для уменьшения размера файла. Переводим наш прямоугольник в смарт-объект, например, в смарт-клуб. Заходим в него, нажимаем два раза. Переходим в ЦМИК. Почему в ЦМИК? Потому что цветовая гамма должна максимально быть приближенной к широкоформатной печати. Потому что мы еще не знаем, какая будет вывеска, и скорее всего она будет печататься на тронке арокал. Высота вот этого фриза примерно составляет 70 см. Я могу ошибаться, но сейчас это в данном случае не важно. Значит мы высоту нашего прямоугольника задаем 70 см. Это ширина, вот высота. Пишем 70 см, разрешение 73 точки, оставляем. Есть. Нажимаем Ctrl-S, сохранить. Возвращаемся на нашу картинку, видим белый фон. Почему? Потому что наш прямоугольник увеличился. Ctrl-T, свободная трансформация. Уменьшаем его в размере, возвращаем на наше исходное место. Теперь мы сохраняем наш файл в макет отчаян. Не рекомендую сохранять файл с названием 1, 2, 3, абракадабра и так далее. Не забывайте за это. Таким способом пользоваться не ненейтеся, потому что через полгода, когда заказчик вернется к вам и удастся в задание изменить вывеску, вам нужно будет найти это название. Если будет написано про кодабра, вы его не найдете через файл. Макет отчаянки. Есть. Сохранить, ставим в локацию компрессию. Это значительно уже маят файл. Сокращает место в низкий. Итак, мы подготовили сейчас основной табло. Теперь будем с ним работать. Работать будем непосредственно со смарт-объектом. Правой клавишей на слое. Flatten Image. Прошу прощения за свой английский. Я его научил. Учу английский в школе. Мы все будет и так далее. Клеить слои. Большую классу. Пусть будет в паташопе. С другими словами, мы делаем бодрам. Пишем название слово на чак. Нам нужно подобрать шрифт. Пока. Шрифт любой. По сути, мы, можно сказать, рисуем логотип. Выбираем шрифты, которые вам нравятся. Шрифты в наружной рекламе должны быть максимально читаемыми. За видушками я не рекомендую. Использовать шрифт должен максимально быть простым. Мне очень нравится вот этот шрифт. Он такой утонченный. Интересный сам по себе. Можно попробовать сделать ему как лоу. Да, пока поработаем с ним. Посмотрим, что у нас получится от атака шрифта. Напомню, опыт для наружной рекламы должны быть чем толще, тем лучше. Для этого нам нужно сначала увеличить его толщину. Есть. Я думаю, что слово бодрама бодрама первую. Хочется чего-то необычного, нестандартного. Отделяем бодрама бодрама от слова чак. И в дальнейшем ее немножко ниже опустим для красоты. Посмотрим, что у нас получится. Теперь мы эти два слова соединяем в цепочке, чтобы при выделении они друг с другом были совместно. Возвращаемся к нашему огню. Ну, в принципе, можно попробовать вот этот огонь. Посмотрим, что у нас получится. Слово «Очаг». Можно сделать другим цветом. Он всегда большой получился. Вот такого плана я вижу для себя визуализации. Вот такого плана у нас будет наша выписка. Выбираем инструмент «Пластик». Выбираем фон. «Мейджер». «Волшебный пластик». Убираем «Делаем фон». Я пока скрыл время на бэграунд, чтобы увидеть, что у нас получится. Нажимаем Ctrl-S, сохраняемся. Так видим наш набросочек. Пока еще это набросочек. И наша задача сейчас его правильно, грамотно преподнести, облагородить и так далее. А, забыл сохранить Ctrl-S. Каждое изменение нужно сохранить. Только после этого оно отобразится на нашем шаблоне. Немного увеличу размер по высоте. Поставим 120 по высоте. И увеличим нашу выписку. Таким образом она у нас будет выходить за границей коричневого фриза. Сохраняем Ctrl-S. И вот таким вот образом. Вот он наш 1,2 метра по высоте. И вот таким образом у нас будет выглядеть наша вывеска. Теперь нам нужно чего-то не хватать. Это нужно как-то еще облагородить. Что-то здесь сделать. Давайте сделаем из нашей вывески фигурный икором. Копируем все слои. Склеиваем. И задаем им обводку. Например, белого цвета. Обводку задаем толстую. Подолщую. Между 4 пикселя. Включаем background. Делаем его темно. Опять заливка. И видим кучу всякого мусора. Мусор, потому что наш огонь имеет много шума. Вот поэтому нужно всегда использовать векторный огонь высокого качества. И так картинка, с которой мы работали. Вот он. Сейчас мы попробуем ее найти. Возможно, она есть без водяных знаков. Если нет, тогда мы ее нарисуем. Все размеры. Игра в левом углу. Все размеры большие. Открываем первый попавшийся. Смотрим. 1083 на 1030. Это большой размер. Хороший. Потому что он. Здесь тоже. О. Нет, не О. А может быть О. Мы нашли огонь в плохом качестве. С высоким разрешением. Без двух водяных знаков. Сейчас мы попробуем его откуда-то достать. Так, посмотрим. О! Наш китайский сайт загрузился. Красавчики китайцы. Сохранить картинку как? Сохраняем. Назовем ее как. О. Наш китайский сайт загрузился. Как мы поставим на картинку. Мы можем с ней работать. Их у нас в лонде есть. Отлично. Перетаскиваем ее в Photoshop. Увеличиваем. Сохранить. Нажимаем два раза на наш смарт-объект. Сразу его обрезаем, как нам нужно. Перетаскиваем сюда. Наш старый смарт-объект убираем, преобразуем опять смарт-объект, чтобы можно было увеличивать конвенцию сна. Вот так пускай будет. Вставляем в стиль слоя для того, чтобы вернуть нашу белую водку. Слово очаг должно значительно отличаться от огня, чтобы не сливалось. Отделяем водку, создать слой. Скрываем шлифт. С боковой делаем то же самое. Нажимаем на Fx. Убираем привязку. Вскрываем шлифт. И работаем теперь с нашим контуром. Это у нас уже не шлифт, а растер. Впоем с растер. Отдаем ему опять эту водку белую. И можно сделать градиент 90, чтобы область была на том же. Зажимаем Alt. Переносим на ООО. И теперь поработаем немного с огнем. Он нужно провести в порядок. Он слишком сливается с нашей надписью. Немножко деформируем. Кому как нравится. Вот так пусть она и будет. В принципе, мне нравится. Давайте посмотрим, что получится у нас на нашем фасаде. Ctrl S. Ctrl S. И смотрим, что у нас получилось. Вот что, например, на другом плане. Нужно увеличить. Ctrl S. Вот наша вывеска. Много стало больше. Учитывая, что это будет объемная вывеска с подсветкой изнутри. Заказчику нужно показать, что это будет объемно. В фотошопе есть функция 3D. Я с ней не очень знаком. А расскажу, как сделать 3D объем. Посмотрите, как я это делал всегда. Ctrl J. Дублировать. И смещаем его путем нажатия стрелочки вверх на один раз. Здесь есть опять Ctrl J вверх. Ctrl J вверх. И вот так повторяем несколько раз. Так будет достаточно. Даже многовато. Первое нужно убрать. И так мы сделали кучу смарт-объектов. Нам смарт-объекты не нужны. Нужен только один. Один. Первый или последний имеет значение. Этот смарт-объект наш мы закрываем. Теперь клеиваем. Match Laves. И делаем замену цвета. Color Number V. В нашем случае это будет объемно-вишневый цвет. Куква O у нас немного выделяется. За счет того, что мы ее отделили. Ее можно сделать немножко крупнее. Кому как нравится. В принципе, как по мне, вывеска смотрится легко. Как она будет делаться, это что-то в виде объемного короба специального. Лицо будет напечатано на пленке Aracal. И поклеено на фигурную выделку. Сохраняем наш макет. Управляем заказчиком. Многие дизайнеры у меня спросят. А что делать дальше? Как запустить в работу? Все очень просто. У нас есть наш контур. У нас есть шрифт. Этот шрифт мы отрисуем потом в короле. Куда же добавим наш огонек. И сделаем точно такую же вывеску в векторе. Для шаблона, чтобы вывесить его на пластике. Есть еще один нюанс, который мы немного не учли. Дырки в огне лучше, конечно, избегать все вот эти внутренние отверстия. По-хорошему, это будет очень сложно состыковать потом в лицевую часть короба. Поэтому мы, с вами этот пирог, сделаем им небольшую, скажем так, длиночку, чтобы нам было удобно надевать внутреннюю верхнюю. Убираем бэкграунд, Ctrl-S, возвращаемся сюда. Наши изменения вступили в силу. Вот такой вариант. Вывески будем прилагать заказчику. Спасибо за внимание. Хороших и прикольных вам дизайнов. Скриптум. Я разработал четыре варианта макета вывесок для заказчика, поскольку заказчик не может определиться с названием. Второе название он предложил вот такие. Рандеву, Гранат и Романтик. Это кафе на берегу реки. У заказчика нет видения, как будет называться кафе. Если вам интересно, как я нарисовал эти вывески, пишите в комментариях. Я запишу отдельно видео уроки и расскажу детально в подробностях, как я делал, как я использовал шрифты, как делал полностью весь дизайн. По итогу я получил один файл, где у меня четыре макета вывесок. Я могу каждую вывеску редактировать. Это смарт-объект. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.